Квартиру ближе к поликлинике мама Лауры Сагатовой-Нагуль ждала давно. Городской отдел жилищных отношений долго отказывал ей в помощи, объясняя это дефицитом свободного жилья. Однако после выхода нашего сюжета о том, что Лаура вряд ли сможет перенести холода в съёмной времянке в микрорайоне Достык, где семья проживала раньше, городская администрация сжалилась и выделила комфортную квартиру. Как оказалось, семье активно помогали и волонтёры, да и просто неравнодушные люди со всех уголков Казахстана, в том числе и наш телеканал. «Рашид Аюпов решил помочь нам и дал временное жильё. Здесь мы будем до марта, рядом наша поликлиника. А в марте обещали переселить нас в дом. Я хочу сказать спасибо всем, кто помогает мне, кто отправляет деньги. Нам уже отправили около 800 тысяч тенге. Часть денег мы потратили на поездку на обследование в Астану, на покупку лекарств и на оплату коммунальных услуг». К слову, долгожданная поездка в Астану не принесла желаемого результата. Обещанную квоту на лечение за границу Лауре не предоставили. Вместо этого, после долгого обследования и пятидневного лечения раствором аскорбиновой кислоты с глюкозой, отправили обратно в Шимкент с диагнозом невротическое расстройство. Однако местные алматинские психологи этот диагноз опровергли. «После того, как наши психологи связались с врачами центра в Астане и заверили, что у Лауры нет психического расстройства, его заведующая предложила нам снова поехать на повторное обследование. «Зачем тогда не в первый раз нам поставили депрессию? Причём я там и возмущалась, говорила, диагноз уже есть, и он сложный, генетический. Но они меня тогда отправили домой, а теперь зовут обратно. Мы не можем каждый раз так ездить, девочке тяжело». Что делать дальше, мать Лауры не знает, но намерена бороться. Девочка не ест, не ходит и чахнет на глазах у матери. Если столичные медики не займутся обещанным лечением, Айнагуль Ельтаева собирается писать заявление в Генеральную прокуратуру.